Нужен проводник, учитель, потому что так мы устроены, что с детства есть у нас на кого равняться. То есть так Всевышний нас сделал, что мы с детства были беспомощны, и все первые годы жизни мы работали над выживанием, над выживанием под руководством других людей, родителей, воспитателей и так далее, учителя потом. Да, доброе утро всем, значит, и прекрасное Адарское утро 22 февраля, если говорить по еврейскому календарю, то сегодня 13 число месяца Адар, первого Адара. В Адаре есть, в этом году есть два Адара, в высокосный год добавляют целый месяц, раз в несколько лет, и в Адаре есть заповедь Марбин Бесимха, увеличиваем радость. Поэтому, когда мы закончили с благодарностью, которая должна была привести нас к любви ко Всевышнему, и те, кто действительно практиковали, пришли, то сейчас я собрал про радость, одной книги не хватило мне, значит, мы сейчас изучаем книгу Лиот Бесимха, «Быть в радости», это книга, значит, идеи и советы практически для жизни в радости, по учению Раби Нахмана из Бреслова. То есть, Раби Нахман, он был таким, в Торе, в иудаизме, он был одной из ключевых фигур, которые, и можно сказать, самая ключевая, которая сделала акцент на радости. Учитель, который говорил всем своим ученикам всегда, «Митсва Агдоля Лиот Бесимха», значит, «Большая митсва, быть в радости». И он сделал вот свою систему такую, которая человека, человека она прямо вытаскивает из любой ямы. И очень много бресловских хасидов, они как раз стали хасидами Раби Нахмана в моменты больших потрясений жизненных, включая Равшалом Аруша. Сам Раби Нахман, что интересно, он прожил очень тяжелую жизнь. У него было страшное испытание вообще, ну то есть вообще никому не пожелаешься этих испытаний. И он как раз вот и выработал вот эту вот свою систему, свой подход служить Всевышнему в радости, как компенсация на те великие испытания, которые Всевышний ему давал. Поэтому его система, она такая очень мощная, и защищает людей от бурь и невзгод этого мира. Помогает защититься, потому что все в психологии, все мы живем не в мире, мы живем в мире своих представлений о мире, в своей модели мира, своих реакций, своих ожиданий, предпосылок, моделей мышления, моделей реакции и так далее. Вторая книга, это называется «Улыбайся, улыбайтесь, улыбайтесь». Это книга, которую мы сейчас изучаем, американского раввина-психолога Рава Рам Цви Шварц. И третья книга, в конце мы продолжаем изучать про хэппинес, это Рав Зелек Плистин. Все, приступаем. Значит, в начале книга, которая вот здесь, это написал ее Рон Вебер. Рон Вебер. Значит, он здесь пишет нам такую вещь. Такую одну главу я сегодня просмотрел. Значит, в ней он говорит так, что для того, чтобы стать радостным, нам необходимо отложить в сторону защиту из цинизма. Значит, он говорит такую вещь, что когда ты вообще в принципе что-то изучаешь и что-то хочешь получить, то нужно этому открыться. То есть тот, кто хочет быть радостным или благодарным, или близким к Богу, первым делом он должен быть внутренне готов и проявить намерение и желание это сделать. Без этого никак не получится. Но он говорит человеку, у него есть такая защита, которую иногда люди приобретают в детстве, чтобы выжить и защититься. Но потом эта защита, она всю жизнь мешает человеку развиваться и вырасти. Он как бы одевает на себя такую защиту, кольчугу такую в детстве одевает. Потом он растет, а кольчуга ему не дает расти. Как называется эта кольчуга? Он говорит, она называется цинизм. Значит, чем помогают людям в жизни насмешничество и цинизм? Как оно может спасать человека? Например, в детстве над ним насмехались, в детстве его обижали, в детстве его заставляли делать что-то, что он идеологически не хотел принимать. И он как защитную реакцию выработал у себя такая, как кольчуга, насмешничество и цинизм. Он смеется надо всем. То есть это помогает ему выжить в сложных ситуациях, помогает ему защитить свой внутренний мир, чтобы не быть раненым. Он такую создает броню. Особенно это было ясно в советское время, многие люди стали критиками, такими циниками, чтобы не поддаваться влиянию к какой-то идеологии, к какому-то давлению. Теперь что? Но потом, когда человек уже вырастает, он уже взрослый, и он мог бы открыться каким-то позитивным влиянием. Например, изучение радости, благодарности, изучение Торы, которое соединяется с Всевышним и дает вечную жизнь. Но его привычная модель реакции на внешний мир, цинизм, цинизм и циник и насмешник, такое насмешничество, оно ему мешает. И он над всем насмехается по привычке, это чистая привычка. Он говорит, чтобы изучить радость, чтобы вообще эта книга вам дала пользу, надо отложить этот цинизм. И говорит, интересно, что самые циники это внутри самые чувствительные и нежные души. Потому что у них не было выхода другого, только защитить себя через этот цинизм. Дальше он говорит очень интересную вещь. Значит, он говорит, что человек, который циник, он просто пусть задумается, что зензур, пренебрежение и отчаяние, что невозможно ничего изменить и улучшить, это не настоящий ты. Это просто инструменты, которые ты выучил когда-то в детстве, чтобы выжить. Как и все остальные реакции человека, это были реакции на те внешние какие-то события, которые нас окружали в те периоды, когда мы были беспомощны, и нам приспособиться к внешнему миру, это был вопрос выживания. Значит, дальше он пишет, и некоторые стали циниками, а некоторые стали слишком серьезными, слишком серьезными, потому что они в их ситуации на тот момент тоже это было очень хорошо. Был такой раввин, он пишет, рав уризуар, был такой раввин в Израиле, за хроноги в раха, он умер уже, ушел из этого мира где-то пару лет назад. Он был, вот как Краморов, наверное, или как Андрей Миронов, он был в Израиле один из самых популярных комедийных актеров. И вот он, в каком-то уже возрасте, ему было около 40 лет, он был на пяти популярности. Он уризуар, значит, стал он интересоваться религией, чувствовал он пустоту внутри, но при этом он искал, ему не было хорошо внутри. Это же очень известно, что самые такие комики, есть анекдот, когда один человек в депрессии пришел к психологу и говорит, мне вообще, ну, все не имеет смысла, мне настолько внутри плохо, полная депрессия. Тот ему говорит, ну, послушайте, вам надо посмеяться, вы сходите, вот к нам в цирк приехал, интересный, новый, там есть клоун, говорят, вообще он всех смешит, пойдите, пойдете, посмеетесь. Он говорит, я не могу. Тот говорит, почему вы не можете, вам надо. Он говорит, я есть этот клоун. То есть, очень часто люди, которые других смешат, они внешне такие веселые. Робин, Робин Уильямс был такой, комедийный актер тоже в США, который захочет жить самоубийством, или который снимался в сериале «Друзья», который недавно тоже умер от наркотиков. Очень часто люди, которые внешне, они очень веселые, это как раз и была у них защитная реакция на то, чтобы справиться с какой-то болью внутри. И вот Ури Зогар, он пришел тогда к Равинам, и он читал, слушал, но ему все время хотелось доказать и высмеять то, что он учил. И вот он рассказывает, что в какой-то момент я подумал, что я просто закрыт вообще ко всему. То есть, я не могу, у меня первая реакция автоматическая на любую входящую информацию, это высмеять ее, сделать из нее какой-то смех. И он говорит, но тут я вспомнил, что я же актер, я же актер. И он говорит, я решил послушать, как будто бы я согласен. То есть, сыграть роль, как будто бы я согласен с Равом, что мне нужно просто его услышать. И после того, как я убрал свой вот этот вот цинизм, убрал в сторону, то открыл книгу Берешит, первую же книгу Тора, и начал читать. И говорит, я взорвался плачем. То есть, у него внутри столько была боли, которая была невысказанная, никто ее не видел. Он говорит, я парадский бебехи, то есть, я начал рыдать. И, ну, в итоге он стал велитим раввином, и стал он, ну, таким, очень был знаковый, Роша Ишива, был такой всю жизнь, он вот уже 40 лет, там умер он, где-то почти 90 ему было. Он учил Тору вообще, стал праведник, цадик, до конца жизни он учил Тору, и помогал, помогал людям узнавать о Боге. И здесь он, в итоге этой главы, что надо убрать, чтобы стать веселым, чтобы изучить радость по Торе, нужно убрать вот этот цинизм свой. Он здесь пишет такую вещь, что, как-то Раби Нахмана спросили, так что, быть лучше вот таким, который верит всему? То есть, если ты убираешь свой цинизм, который тебя заставляет скептически относиться к входящей всей информации, а стать таким доверчивым, так что, это лучше, чем быть циником? И Раби Нахман ответил на этот вопрос так. Он говорит, да, лучше человеку быть наивным, и верит в каждое вещи. И даже если он будет верить в какие-то глупости и обманы, для того, чтобы поверить так же и в Эммет, в истину, для того, чтобы, вот есть выбор у человека, верить во все, и он же не знает, что истина, что не истина. Он знает точно, что здесь где-то есть истина, которая откроет для него вечную жизнь, но связь с Богом и так далее. Но есть где-то и обман. И вот его спрашивают, что лучше, верить во все, чтобы поймать эту истину где-то там? Или же, он говорит, да, лучше верить во все, чтобы поймать эту истину, чем быть хахам, мудрец, и отрицать все, не дай Бог. То есть, действительно, мудрый, умный человек, он отрицает и глупости разные, и обманы. Но из-за того, что у него вот это вот намерение такое, значит, высмеять все, то так же он высмеет Иемет, когда ему попадется истина, он ее тоже высмеет, не дай Бог. И приводится, в Талмуде есть такое высказывание, что лучше пусть называют меня глупцом всю мою жизнь, но чтобы не был я злодеем даже секунды перед Богом. То есть, такое есть высказывание, вот что является здесь основным, неосновным, и человек думает, вот, будут меня окружение считать, что я глупый, верующий стал, такой все. Не, я лучше буду, как все. Он говорит, лучше пускай дураком считают, чем хоть секунду быть злотим перед Богом. И он завершает этот свой урок, значит, что цинизм это защита, которую мы когда-то приобрели для того, чтобы сопротивляться для того, чтобы быть стойкими на поле битвы в своей жизни. Все, вот это его вывод, да, то есть, но эту броню, защиту иногда надо снимать, потому что она может нас, как бы, лишить чего-то очень в жизни важного, хорошего, доброго, светлого. Но, опять же, когда ее снимаешь, вот я могу сказать по себе, когда ты снимаешь эту броню, да, то тогда человек становится ранимым, и он боится это сделать, то есть, легче относиться ко всему, отдалиться от всего, и тогда тебя и не ранит, но и ничего в тебя не войдет. Вот тут вот это выбор, да. Царь Давид когда-то, он в псалме, он сказал, он говорит, и папа, и мама меня оставили, а Бог меня усыновил, он говорит, то есть, он нашел связь со Всевышним, потому что, действительно, ему было сложно. Тут у него с этой большевая история, которая вообще была детям испытанием, тут у него после этого обшалом на него, сын его родной нападает, другой сын насилует его дочку, там страшно он испытал, испытывал страдания в жизни, царь Давид, и, значит, он нашел утешение в том, что он всегда был на связи со Всевышним, и он просил у Бога, поэтому он с такой вот силой просил, что одну вещь просил у Бога все дни жизни своей, сидеть в доме видеть приятность Бога и как бы проведывать, гулять в его дворцах, то есть он говорит, этот мир, действительно, это страшно, причем царь Давид, он же всегда воевал, там какие-то были против него перевороты, какие-то эти, то есть ему реально тяжело было, но он вот так вот значит, находил, находил он спасение в Боге, дальше мы изучаем вторую книгу, вторая книга у нас называется «Улыбайся, улыбайся», и говорит нам Рав Авраам Свишварц, он нам говорит такую вещь, что у каждого из нас есть волшебная палочка, волшебная палочка, чтобы убрать из жизни всю боль и страдания, как убрать, он говорит, что все, что нас раздражает, причиняет боль, расстраивает, это на самом деле совершенно необходимые нам инструменты, и все вот эти неприятные вещи, они пробуждают нас, раскрывают нас, то есть к ним надо относиться как к тренажерам жизни, и самый счастливый человек на свете это тот, кому удается достичь такого величия, который развивает свою личность, видит во всем Всевышнего, и даже когда с ним происходят неприятности, неприятные вещи, он от них тогда не будет расстраиваться, потому что он их воспринимает как средство для развития. Дальше он говорит такую вещь, вот для меня она не очевидная, такая, но давайте рассмотрим ее тоже. Он говорит, голос называется, следующая такая коротенькая у него рассказик, отрывочек, он говорит такую вещь, что один из самых удивительных даров Творца, Бога, это слух. мы слышим звуки, речь, музыку, но есть у нас еще и внутренний слух, он говорит. И если научиться прислушиваться к этому внутреннему голосу, то открывается совершенно еще дополнительно новый мир, то есть есть слух внешний, когда ты слышишь то, что снаружи, есть слух внутри. И тут он говорит, что если серьезно относиться к этому внутреннему голосу и к тому, что он нам говорит, то значит можно услышать за ним еще более тонкий голос, который нашептывает нам куда идти и что делать. Это голос нашей души, голос Творца. И Творец использует наш разум, чтобы разговаривать с нами. И он шепчет нам, и мы должны только прислушаться к его голосу и выполнять его волю. Потому что то, что Творец советует нам делать, это и самый важный совет на свете. И вот тут у меня возник вопрос. Возник вопрос у меня такой. Вот этот голос внутренний, это же очень сложно. Во-первых, сложно его услышать, во-вторых, сложно определить, где это голос Творца, а где это голос моего эго, которое управляется совершенно антирелигиозными, анти, как сказать, антибожественными мотивами. Эго, у него свои мотивы, и вот эта система интеллекта. А может, я слышу голос из прекрасного далека. И это вообще тогда сложности. Если у человека внутри внутренний ребенок, говорит психология, если у человека внутри внутренний родитель, есть множественные личности, есть разные классификации. Фридс Кортс назвал собака сверху, собака снизу. То есть, у человека внутри не один голос. Как понять, какой голос Творца? Это у меня возник вопрос, и я здесь как раз не могу вам ни вам, ни себе посоветовать ничего. Потому что я не понимаю. Он раввин, он психолог, он человек, который учился у великих раввинов. Но я не понимаю, где здесь внутри голос Творца, и как отделить голос Творца от голоса не Творца. Но он дальше дает, то есть, тут я поставил кучу вопросов, дальше он нам дает, дает он нам такой намек, совет. Он говорит, смотрите, человек, он в жизни с детства ориентируется на поиск удовольствия. Но удовольствия на разных этапах жизни, они разные. Например, ребенок, он любит карамельки. Яркие, цветные, вредные карамельки из сахара. И он прямо обожает эти все конфеты, карамельки, и за карамельки он готов лазить по полу и их собирать в синагогах, когда какие-то праздники, когда кидают конфеты, дети их собирают. Все. Он говорит, отлично. Ну, ребенок ищет удовольствие, для него удовольствие это карамельки. Когда люди взрослеют, для них может быть удовольствие это какой-то вот есть, сейчас один у нас есть знакомый, он изучил, стал дегустатор вина. И он всех вокруг себя он не агитирует, как конверти, то есть агитирует и обучает, как вот разбираться в вине. И он прямо, вот они все сейчас, очень много знакомых у меня, они начали разбираться в вине, они его нюхают, они различают в нем какие-то нотки. Вот он пишет, да, действительно, есть люди, которые в вине не ощущают вкус солнечного виноградника, терпкость дубовой бочки и так далее. Он говорит, это взрослые. Теперь, но он пишет, творец дал нам Тору, и это его бесценный дар. Соблюдая законы Торы, мы приучаем себя получать удовольствие от духовных ценностей. И вот тут, как раз, мне кажется, есть вот этот вот намек, какой голос слышать. Когда мы молимся, мы можем испытать счастье от близости к Творцу. То есть, чем больше человек занимается духовной работой, духовной практикой, молится, благодарит Всевышнего, выполняет заповеди, тем больше он слышит вот этот голос своей души и с ним взаимодействует. То есть, это как тренировка. Человек, он может быть совсем невыносливый, но он начинает тренировать выносливость, и через какое-то время он становится выносливым. Другой он не сильный, он начинает тренировать силу, ходить в спортзал, поднимать тяжести, он становится сильным. Человек, который стремится к Богу и начинает это стремление выражать в действиях, соблюдение заповедей, молитва, благодарность и так далее, то тогда он усиливает свою внутреннюю связь с Богом, и тогда начинается диалог. То есть, он обращается ко Всевышнему, он благодарит Всевышнего, он изучает волю Всевышнего, и в этот момент у него появляется как внутри интерфейс такой, да, он начинает слышать голос Бога. Я думаю, что именно это имел в виду Авраам Свишварц, и он-то религиозный человек по-настоящему уже долго, поэтому для него может быть эта вещь очевидная. Но для меня я так и не научился чувствовать дубовую бочку, виноградник и так далее, в вине, поэтому для меня и голос, который во мне звучит громко, это, ну, очень сложно мне определять, что это за голос. Все, и последнее, что нам сегодня дает, это хорошие привычки, и очень важный совет, формула жизни. Давайте прямо успеем сегодня, да, успеем до 30. Он говорит, все, что в этом мире есть, называется хорошие привычки, все, что в этом мире есть, мы можем научиться извлекать из этого удовольствие, и если мы, нам что-то не нравится в нашей жизни, он говорит, это просто привычка, это внутренняя привычка так относиться к жизни и к миру. Он говорит, это нет, мир невозможно поменять, можно поменять свое к нему отношение. И вот здесь он нам говорит, что все негативное, что есть в жизни человека, это его привычка мыслить и действовать. И мы, как в зеркале, он говорит, отражаемся во всем, что нас окружает. То есть, весь окружающий мир, это как зеркало, в котором отражается внутренняя сущность человека. И он говорит так, что точно так же наше хорошее, теплое отношение ко всему и всем, что нас окружает, постепенно превратит наш мир в место, в котором царят мир и красота. Он говорит, прежде всего, измени свое отношение к миру. То, что мы делали 120 уроков через благодарность. Научись видеть и отмечать в окружающем тебя многообразнейшем мире, научись выделять те пазлы, которые тебе нравятся и благодарить за них Всевышнего. Теперь мы все время видим фрагмент мира, но какой фрагмент или ложку дегтя, или бочку меда выбирает каждый сам. И он может назвать весь мир, в котором он живет, бочкой дегтя, сказать, что в нем вообще нету никакого меда. И все, и он, значит, как бы спрятался в эту бочку дегтя, погрузился в нее, он там. Теперь, и он говорит, да правда, говорит, посмотрите на мой мир, вокруг одна жуть. и он прав, только он эту жуть создал. Теперь, если же он начинает с того, что он говорит, о, какая красивая ручечка, как я люблю эту ручку, какая она, спасибо Всевышнему, у меня есть ручка. Вот лет там 30 назад, да не 30, лет, когда я был в школе, мне было 10 лет. Если бы у меня в 10 лет была такая ручка, я бы, наверное, летал бы от радости, от счастья, какая красивая ручка. Да, вообще, действительно классно, удобно, хорошо пишет. Вот, беленькая такая, да. Спасибо Всевышнему за то, что у меня есть эта ручка Шнейдер, она называется, Шнейдер. Вот, и дальше пазл за пазлом. Человек, он начинает любить мир вокруг себя, и когда он любит мир вокруг себя, он эти же пазлы, где он эти пазлы делает? Он только свою модель мира меняет. И вот у него внутри есть уже пазлы любви, 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 ему все нравится, 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 оп, и тут ложка дегта, пробивает его в его красивую картину мира. Но тут дальше, опять же, это как пробоина в корабле. Пробилось, теперь был Титаник, думали, что он не утонет. Почему думали, что он не утонет? Думали, что если будет одна пробоина, то тогда он состоял из отсеков. И даже если один отсек наполнится водой, то он не утонет. Но там было несколько пробоин, поэтому он все-таки утонул. Бывает, что человек, у него в жизни наступает одна пробоина, но дальше он эту пробоину расширит на всю свою жизнь. Или же он ее как бы постарается изолировать, эту пробоину, да? Это его выбор. И вот глава, которая называется следующее исправление, чтобы мы исправление это... он красивые вещи пишет, да? Хотел просто успеть до формулы дойти, но ладно, формулу завтра мы его выучим. Значит, исправление. Он говорит, смотрите, в детстве мы были маленькими и растерянными. Мы в детстве испытывали страх, одиночество и так далее. и каждый ребенок, он говорит, думал в детстве, вот подождите, как я вырасту, у меня все будет по-другому. Буду делать то, что хочу, буду спать, ложиться, когда хочу, есть что хочу, ходить куда хочу, никто мне не будет указывать. Потом он говорит, мы уже выросли, но над взрослым человеком те же самые ограничения и правила. Долги, обязанности, проблемы со здоровьем, недостаток денег и опять все не так, как я хочу. Он говорит, что за жизнь такая? И нападает на многих людей, нападает чувство беспомощности, опускаются руки. Ты говоришь, ну что я, что в детстве я был беспомощный, никто мне не помогал, что сейчас? И люди становятся беспомощными, нападает чувство растерянности. Он говорит, нельзя жить с таким ощущением, это как трясина. И это чувство тут же исчезнет, если мы поймем, что творец все время держит нас на своих руках. Если мы только осознаем, что то, что он нам дает, это для нас самое лучшее. И конечно же, у нас не будет этого ужасного ощущения, этого ужасного ощущения. И исправляя вот эту вот свою жизнь, да, есть вот эти вот то, что нам кажется ложки-дегтя, но они тоже, как мы уже выучили в 120 уроках, в 120 уроках мы выучили, значит, благодарности, что они для нашего добра, эти все ложки-дегтя, чтобы мы, как гомеопатия, чтобы мы становились сильнее, умнее, лучше. и Всевышний нас любят, это основа веры такая, да, что все от Бога и все к лучшему. Хорошо, а формулу мы узнаем завтра. Теперь и последнее в этой книжке коротенький сегодня урок очень актуальный и полезный. Он говорит, если вы хотите быть счастливыми, то встройте в себя следующий практический инструмент. Он называется поиск solutions, ищите решения. он говорит, когда станьте искателем решений, когда проблемы поднимаются в жизни, спрашивайте себя, какое решение я хочу. Не будьте как человек, который погружается в трясину и говорит, что вылезти нельзя. Каждый раз, когда приходит проблема, спрашивайте, какое решение я ищу, что будет решением, какое решение я могу найти. И спрашивайте себя, спрашивайте окружающих, значит, иначе если вы отчаетесь и не будете искать решения, будете только углублять проблему, то тогда вы придете к беспомощности. Поэтому ищите решение в любой ситуации. И даже если вы видите, что вы не можете найти решение, то задайте другой вопрос, как я могу улучшить, импрув ситуацию, как я могу ее улучшить. Может быть, вы не можете решить, но улучшить-то вы можете. И дальше он говорит, такой подход, он очень снимает стресс и помогает. Значит, поиск решения. Например, он пишет, вы потеряли работу. Это действительно очень легко может вести человека в огромный стресс. Но подумайте о том, что будет решение. Как вы можете заработать деньги, как вы можете найти новую работу. Поверьте в то, что новая работа будет лучше, чем предыдущая. Это вера, но это вера, которая дает вам силы ее искать. Вы можете даже начать какой-то бизнес, и может быть, этот бизнес сделает вас богатым. Он говорит, вы же не знаете. Факт в том, что если вы ищите решение, то тогда вы двигаетесь на переднем приводе, и больше шансов у вас в жизни и быть счастливым, и найти решение. Дальше он пишет, например, кто-то с вами разговаривает так, как вам очень не нравится. Это вызывает у вас стресс. Значит, спросите, какое может быть потенциальное решение. Может быть, вы найдете паттерны другие, как с ним повлиять на него, чтобы он перестал с вами так разговаривать. Может быть, вы изучите какие-то другие паттерны, которые помогут вам, какие-то ментальные упражнения, которые вам создадут иммунитет против тех паттернов, которые против вас используются. Он говорит, если вы сами не можете найти solution решения, обратитесь к экспертам, но ищите решение. Станьте искателем решения, вместо того, чтобы погружаться в трясину. И таким образом вы приобретете очень важный навык стараться в любой ситуации найти вот эту вот открытую дверь, и вы будете находить эти открытые двери, вы избавитесь от того, что называется психология приобретенная беспомощность, когда люди не верят, что есть выход, и даже если он есть, они его просто не ищут, не видят, это есть такой феномен в психологии. Поэтому привыкните искать, привыкните советоваться, привыкните обращаться к экспертам, искать solution или улучшение поможет вам в большинстве ситуаций улучшить и найти решение. С Божьей помощью, чтобы было во всех все хорошо, значит, до завтра, дорогие друзья, чтобы мы с вами умели видеть добро Всевышнего, и чтобы получали как можно больше добра от Всевышнего за счет нашей благодарности и стремления с ним соединиться и выполнять его заповеди, выполнять его волю с радостью и весело. Все. Марбин Босимхаум умножаем в радость, улыбаемся и с Божьей помощью завтра встречаемся в 10 утра. Все. Спасибо. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok